Робин Шарма. 100 плюс одна идея для раскрытия вашего потенциала от монаха, который продал свой Феррари. Идея первая. Будь самым лучшим собой. Уоррен Баффет как-то заметил. Лучшего тебя, чем ты сам, быть не может. Блестящее наблюдение замечательного человека. И лучших вас, чем вы сами, никогда не будет. Кто-то может попытаться копировать ваш образ мышления, действий или манеру речи, но как бы он ни старался, из него получится лишь второсортная версия вас. Потому что вы уникальны. На данный момент вы существуете в единственном экземпляре. Среди миллиардов нас. Заставляет притормозить и задуматься, а? Заставляет осознать, что вы особенный человек. Нет, совершенно неповторимый. И никто не может с вами соперничать. Итак, сегодня вы выйдете в мир, который больше, чем когда-либо, нуждается в людях, готовых рискнуть всем, чтобы добиться выдающихся результатов. Что вы сделаете? Реализуете ли часть своего скрытого потенциала? Высвободите ли долю своего природного творческого начала? Раскроете ли свои истинные возможности? Станете чуть больше теми, кем предназначены быть? Просто интересно. Потому что сегодня самое подходящее время, чтобы быть лучшим собой. Если не сейчас, то когда? Это напоминает мне сказанное некогда философом Геродотом. «Лучше отважиться на все и испытать половину опасностей, чем заранее бояться, как бы впоследствии как-нибудь не пострадать». Геродот, книга 7, полигимния, глава 50, перевод Стротановского. Красиво же сказано. «Сегодня самое подходящее время, чтобы быть лучшим собой». Идея вторая. Невидимые преграды. Я сижу в аэропорту Лос-Анджелеса. Ездил выступать перед группой перспективных сотрудников General Electric. Рассказывал про неформальное лидерство. Про то, как важно стремиться все делать на уровне экстракласса. Про величие во всем, что они создают. После презентации я задумался над тем, почему столько народу играет второстепенную роль в ключевых аспектах собственной жизни. Почему мы избегаем перемен? Почему боимся новшеств и не проявляем творческий дар, заложенный в каждом из нас? Почему отказываемся отвечать на зов наших жизней? И почему многие из нас не хотят становиться выдающимися? И знаете, к какому ответу я пришел? Невидимые преграды. Вот в чем все дело. Объясню, что я имею в виду. На той неделе я поехал за город, подышать, освежиться, подумать. На чьем-то газоне я увидел вывеску школы собаководов. Она говорила о невидимой преграде. Эта система устанавливает невидимую границу, которую собака не может пересечь. Собака быстро усваивает это и не заходит за черту, даже когда преграда исчезает. Собаки устанавливают воображаемые ограничения, определяющие их реальность. Мы от них не отличаемся. Взрослея, мы усваиваем из окружающего мира негативные убеждения, ложные принципы и подрывающие уверенность, страхи. Они становятся нашими невидимыми преградами. Мы уверены в их реальности. Наталкиваясь на них в ходе работы и в жизни, отступаем. Мы уверены, что границы существуют на самом деле и шарахаемся от своего предназначения, от своего призвания, от того, что наше по праву. Иллюзия убедительна. Но это только иллюзия. Пожалуйста, помните об этом. Я предлагаю вам подвергнуть сомнению ваши невидимые преграды. Осознавайте их. Наблюдайте за ними. Бросайте им вызов. И когда одна из них встанет перед вами, не бегите прочь от нее, а собрав всю силу воли и отвагу, пробегите сквозь препятствия, навстречу сказочным возможностям, навстречу тому, какой должна быть ваша жизнь. Ведь то, чему сопротивляешься, упорствует. Чтобы преодолеть, надо пойти навстречу. Взрослея, мы усваиваем из окружающего мира негативные убеждения, ложные принципы и подрывающие уверенность страхи. Они становятся нашими невидимыми преградами. Идея третья. Сила простого. Я очень многому учусь у своих детей. Они не просто мои герои, они двое моих лучших учителей. Они показали мне, как жить в настоящем, помогли увидеть жизнь как приключение и научили меня открывать сердце. И они преподали мне множество уроков о силе простого. Нынче я прост почти во всем. Простое послание о том, что каждый из нас — лидер, и неважно, чем мы занимаемся или кем являемся. Простые мысли и инструменты, которые действительно работают. Помощь людям и организациям для выхода на мировой уровень. И куда более простая жизнь, потому что в глубине души я очень простой человек. Простое для меня очень могущественно. Сооснователь компании Google Сергей Брин выразился превосходно, сказав, что в его компании успех придет из простоты. И это возвращает меня к Колби, моему сыну. «Несколько недель назад мы отправились в Нью-Йорк. Мы давно задумали провести это время вместе. Главным было отпраздновать его 13-летие. Ребенок становится подростком только однажды. Мы бродили посоха, покупали игрушки Фао Шварц, дивно пообедали в Брэд, одно из моих самых любимых обеденных мест на свете. И смотрели великий мюзикл «Злая». Выходные, наполненные бесценными удовольствиями и незабываемыми воспоминаниями, которые отец и сын поделили на двоих. Воскресным вечером по дороге домой я спросил своего юного спутника, «Что тебе больше всего понравилось в наших выходных?» Он долго сидел молча, в глубокой задумчивости. Потом улыбнулся, «Папа, помнишь хот-дог, который ты мне вчера купил на улице? Вот он мне понравился больше всего». Сила простого. Простота – ключ к успеху. Идея четвертая. Будьте настолько хороши, чтобы вас невозможно было игнорировать. Вот что советовал Стив Мартин молодым комикам. Будьте так хороши, чтобы вас невозможно было игнорировать. Любите свое дело. Жизнь благоволит упорным. Чем больше вы даете миру, тем больше мир дает вам в ответ. Просто невозможно быть выдающимся мастером своего дела, упорно добиваясь блеска и превосходства, и не победить в итоге. Джерри Гарсия из «Great Full Dead» однажды сказал, «Ты не просто хочешь быть лучшим из лучших. Ты хочешь стать единственным в своем роде». Порой накатывает тоска. Со всеми бывает. Мы трудимся изо всех сил, храним верность нашим мечтам и стремимся к нашим идеалам. Однако ничего не происходит. Или так кажется. Но каждый выбор имеет значение. И каждый шаг считается. У жизни собственные планы на нас. Будьте терпеливы. Верьте. Будьте как каменотес, неуклонно день за днем, откалывающий от камня понемногу. Вскоре один единственный удар расколет камень и обнажит бриллиант. От воодушевленного, преданного человека, который до странности хорош в своем деле, просто невозможно отмахнуться. Серьезно. Наблюдение Стива Мартина глубоко отозвалось во мне. Будьте так хороши, чтобы вас невозможно было игнорировать. Гуру менеджмента Питер Друккер сформулировал это чуть по-другому. Делайте хорошо или не делайте вовсе. Применяйте эту философию в работе. Применяйте ее дома. Применяйте ее в своем квартале. Применяйте в своем мире. Если у вас хватит мужества преподнести миру свои таланты и высочайшие возможности, вы будете вознаграждены. Жизнь в конечном итоге всегда вас дает по заслугам. Верьте в это. Идея пятая. Принцип расширения успеха. Вот вам идея, вполне способная совершить переворот в вашей работе и жизни, если вы воспримете ее всем своим существом. Жизнь расширяется или сжимается в зависимости от того, готовы ли вы посмотреть в глаза своему страху. Одолейте свои страхи, и вас ждет звездный успех. Бегите от них, и от вашего величия останутся рожки до ножки. Это мне напоминает дюну Фрэнка Герберта. Я не должен бояться. Страх убивает разум. Страх — это малая смерть, которая может привести к подлинной гибели. Я встречу свой страх лицом к лицу. Я дам ему дорогу надо мной и во мне. А когда он пройдет, я внутренним взором окину его след. Там, где прошел страх, не останется ничего. Только я.